Итак, вновь в эфире студия аналитики, и мы продолжаем наблюдать за интереснейшей серией, которая сейчас происходит в ESL One Mumbai 2019, где в финале Венеров встречаются Na'Vi и Минески. Завораживающая карта, более 70 минут продлилась она, и Na'Vi все-таки взяли вверх, вернув себя в эту серию и дав себе возможность пройти таки в гранд-финал. Давайте обсудим с вами, что же необходимо сделать командам, чтобы забрать эту самую третью решающую карту. Вот, например, у меня была точка зрения, не знаю, согласитесь вы с ней или нет, что второй, вернее, третий раз отдавать Тинни на Минески достаточно опасно, потому что все-таки и в первой, и во второй игре именно этот герой с МИДа вносил достаточно большой импакт, а как он ваншотал во второй игре саппортов команды Na'Vi вообще было загляденье. Но в какой-то момент, естественно, он стал уже бесполезным. Как вы думаете, будет ли Мун в третий раз на этом персонаже или все-таки закроет его Na'Vi? Может быть, будет. Скорее всего, да, раз они взяли его две игры из двух, но лично я считаю героя плохими и слабыми. Вот, и то, что он как бы ваншотает саппортов, ну, круто хотя бы что-то делает. И героев много, да, ты мог того шторма взять, но бы и снайпера закрывал и так далее. Типа того, а враг берет, ну, а снайпер игру выиграл. Как бы ты ваншотнул саппорта, а он игру выиграл. Тут как бы вот разница в импактах. И в целом импакт на двойке-тройке для Тинни опять же. Я просто считаю его плохим героем уже давно, даже на тройке, не то, что на двойке. То есть он обязан прям Beyond Good Luck бегать, там, минутик двадцатый, тогда этот герой окупится. То есть только на четверке он сейчас? Либо, если у тебя сумасшедшие темпы, ты бегаешь, всех убиваешь. Но я ни одной игры не видел, где он бегает, всех убивает. У меня есть показательный пример, показывающий, что даже если ты бегаешь, всех убиваешь, у тебя просто миллиард фрагов, всех убил, у тебя Beyond Good Luck и сорок, там, ноль, ты с него проиграешь. Это, скорее всего, потому что это такой герой. Это игра EG против OG с Интернешнл. Там у Сумаила реально было тридцать пять на один, что-то такой счет. И просто в один момент он не смог убить никого, с него весят стриг и миллион денег взяла Спектра, там Спектра с Виспом у них была. И все, и через пять минут уже, типа, Спектра ломал ему труд. Ну, то есть, ну, практически так было. То есть, это действительно так себе, это супер-пап-убийца, но тут же не пап. С другой стороны, да, давайте посмотрим, что у нас. Ты знаешь, даже в пабе ты не побеждаешь, потому что ты можешь бегать 20-0, там, с преимуществами и так далее, но у тебя просто потом корр пойдет, умрет, а ты потом уже ничего не можешь. То есть, там очень быстро заканчивается темп и все. Одного персонажа он может ваншотнуть, потом идут кулдауны, типа, без ветки он тоже не дерется. Герой пяти ударов и двух скиллов, а потом идут кд на все, и ты ничего не можешь. Не важно, какой у тебя на творце. Ну, в лейте уже не решает, да, в начале все-таки, если игра быстрая, можно что-то с этого феймить. В мидгейме, типа, сильный такой. В мидгейме. 15-й, там, минута 10-15 и дальше там. Я почему хочу, чтобы вы на пике посмотрели? Опять СНГшная ВК врывается. Папич. Непобежденный СНГшная ВК. Папич завещал. Если я не ошибаюсь, на Мумбаи его пока никто не победил. Очень сильный герой, его сейчас на линии не прессуют. Раньше вот в мету, когда в рискинг был силен, популярный и так далее, ну, просто им невозможно было играть, потому что вот я его брал, против меня сразу вивер, инвокер. Еще какая-то фигня, которую ману забирают. И ты постоянно там до 20 уровня, там, они тебя убьют раз в 5-6-7. А, ПЛ еще какой-то. Сейчас просто нет у этих героев, ни одного не берется. То есть ни одного монобур, но нормального мы не видим. То есть нет инвокера, который прибежит и убьет за ЕМП. Нету вивера, который будет рано приставать с буржами. И ПЛа нет вообще. А монобур? О, Омник. Это, кстати, кто тут нам показывал? Э, Каос, Каос. Притом они с этим Омником выигрывали всех, пока кто-то не забанил им просто его. Не так давно. Да, не хватило бы липидов. Да, да, да. И липидов. Слушайте. А что с ним берут? Луна будет? Да, Луна. Вроде была. Нет, Луна. Честно сказать. Там был Урса, точно был Омник. То есть и бегал Медведь под бафами и просто пилил. И они там заканчивались за 15-20. Да, просто не хватало. Ну, короче, Хилл и Хэмель Грейс в особенности. Вот этот вот бешеный. А тут, значит, ПЛа, кстати. Герой подзабытый. Но вообще, вот смотришь пока на пикнаве, ПЛ хорош. Если сейчас еще возьмут героя какого-нибудь, который ПЛу тоже ничего не делает, но как бы ПЛ еще лучше. Тембер еще пока в пуле. То есть ты можешь его там хватануть. Выкотяжка против ПЛа. То есть несмотря на то, что сейчас считается уже, что антимаг и ПЛ не столь контрят ВК, потому что после 20-го это талант, но 20-й. Его надо еще получить. Для этого может произойти столько уже неприятных моментов с тобой. Ты все равно на ВК какой-то бэф не берешь и так далее. Ты с рюкзанистами плохо воюешь. Поэтому с ПЛом все равно тяжко. Да. У него сейчас он все-таки дико фармит с этими скелетами. Ну, Радик и Йолнир можно, можно. Но когда ПЛ в 6 лотов, все равно тебе уже тяжко. Ты уже Радиком и Йолниром не отказываешься. Ты это все берешь и не успеваешь за ПЛом по карте. Он просто ездит, катает тебя. Даггер нужно выдумать себе. Вот это герой, кстати, который, как ни странно, ПЛу доставляет неприятности даже вообще без предметов. У нас снова дракон. Снова дракон. На ВИНе, в принципе, ничего не выдумывает совершенно. Собственно. Даггер неплох, потому что в Кунденбрейс тоже еще может скиллы кинуть. Это все так, но вот опять же у них есть такая вот проблема, что они сколько-то все время одинаковые герои берут, и заранее к ним можно поготовиться, и, возможно, как раз таки Миннески, начиная вот Шейкер, Омник, вот это все, не сверхстандартных героев добирать, как раз таки потому, что примерно понимаешь, что на ВИНе ничего не будет менять. Даггер, хочешь угадай героя ОД? У вас с пиком? Да прям сейчас. А, ты для Нави хочешь? Нет, я... Скажи мне лучше для Миннески. И герои кончились. УД, кстати, здесь реально не так плохо, потому что он будет пробивать ульт Омника, будет пробивать Колденбрейс, будет прятать от Джаггера, ну и вообще это УД. Как бы нормальный парень. С последним точно не поспоришь. Ну, могут опять взять своего снайпера. Надо взять УД и забанить снайпера. Давайте вайпер все же. Нужно что-то аурное такое, приятное, потому что у флейнеров тоже таких популярных, хороших не осталось. У флейнер найдется. Близен найдется. Снайпер, который убивает палку Джаггера. Я же тебе говорю, что снайпер тоже может сидеть на горе полчаса. А как вам Акс в офлайн вот сейчас под снайпера? Здесь снайпер, на самом деле, будет тяжеловато. Омник очень руинит все ультимейтом своим, на самом деле. Ты просто перестаешь бить на 10 секунд. Лина. Все-таки Лина. Кто? Акса. Я предлагал. Для Нави. Близена Акси? Да. Ну, типа разрубает там Омник, Омник. Нормальный пик. Акс нормальный пик. И это правда. Против Джаггера традиционно хороший герой. Буквально на секунду в топ-над пика оцените подгольер Близзи в прошлой карте от Лула до Покчампа, пожалуйста. Ну, кстати, Покчамп. Намного ближе к Покчампу. Он хорошо сыграл. 9-5 до Покчампа, 0-5 Лула. Ну, может быть, один Лул. Ну, в таких пиках в СНГ я видел часто Бестмастер появляется. Да он неплох. Здесь, опять же, то есть в рамках линии будет тяжеловато, и потом по игре он, конечно, там, Джаггер тормозит. Но им Хо, тот же Акс, будет поприятнее. Да, не знаю, на самом деле Лина... Бристалбэк. Бристалбэк. Что пока мне не нужен. Мне Лина... Акс более-менее. Короче, Лина для меня это очень спорный герой. Очень спорный. В прошлой игре был Снайпер. И ты знаешь, что будет, если как бы у тебя что-то пошло не так, но ты знаешь, все, мы сели на свою гору, Снайпер купит предметы, Снайпер будет делать очень много. Лина нет. То есть, по идее... Лину нужно давить прям очень крепко, иначе этот герой потом... Здесь должна появиться тройка, которая может потом стать хорошим кором, или которая спровоцирует там быстро игру. Нет, нет, обязательно. Здесь тройка, которая атакует, и которая ауру купит. Ну, атакует Слордар, а вот Саурами сейчас тяжело придумать хорошего, которая линия постоит. С Слордар мне здесь не нравится, честно говоря. С Слордар какой-нибудь. Что у нас Саура соберет? Андерлорд, Бестмастер? Андерлорд слишком жадно. Тут Бестмастер, Ракс, я больше в это поверю, честно говоря, и в одного-второго. И, кстати, сам Подгалер тоже неплохой. Кентавр, это да. Парни забыли Саурами, но, в принципе, что, нормально. Ну, не совсем ауру собирают, скажем так. То есть, он не делает Кримсон. Кримсон потом... Кримсон, да, Ганим, да, например. Уже ауры. Бладмир тоже, ты почти всегда на нем хочешь сделать. Ну, лично я. Ну, можно сделать. Кто ж мешает. Наконец-то я не увижу Тинни. Возможно, это плохой банк, потому что я считаю Тинни плохим героем. И вот Саур, наверное, не дали им пикнуть этого Тинни. Нет, все равно на нем себя уверенно чувствуют. То есть, что-то действительно делают по игре. Просто они, если возьмут Тинни, то они как бы игру не заканчивают. Тимфай средний, Ллита нет. Как они выгодят, как хотят с этим Тинни. Еще одно небольшое замечание по пикам. Оракл не в бане и не в пике. Просто решили забыть про этого героя. ДК. ДК. Сейчас посмотрим. Стандартный мид противостояния. Это ДК, вот как под Хевельной Грейси, такой очень-очень непробиваемый. ДК против Лины, я как-то раз увидел, как тут ДК против Лины постоял. Слушай, вот сейчас я уверен, более чем уверен, что Мун постоит получше, чем этот парень Лимб. И, ну, не знаю, я верю, что он нормально постоит. ДК нормально должен стоять против Лины, там не должно быть каких-то у него мегапроблем. У Минески прям все очень много, почти у каждого героя есть Реген и Хилл. Такой неплохой. Да, аппарейшен обинам сюда. Ярик, давай придем к предикшенам и начнем с тебя. Я не знаю, в этой паре суперсложно. Вот и в прошлой игре было сложновато, и в этой сложновато. Ну, ты обречен. Ты изначально говорил 60 на 40, значит, ты тебя заливаешь. Да, значит, на Минески получается. Ты ставишь на Минески. Я на Нави. Ну, и вот твое решение. Я тоже последовательный, 60 на 40, но на самом деле очень многое зависит от винмачапа. Если ДК стоит хорошо, то за ним инициатива. Так что я за Минески. Не надо слов. Я за Минески. За Минески. Итак, двое за Минески и один за Нави, что, возможно, уже хорошо, потому что на личке ошибается. А что же говорит париматч и коэффициенты? 1,8 на Минески и 1,95 на Нави. То есть Минески считаются, по мнению букмекера, фаворитами. Давайте посмотрим, что же считает чат. 90% за Нави и 10% за Минески. Это, конечно же, судя по пику исключительно. Никаких фанатских предпочтений, я уверен. Ну, а прямо сейчас наши комментаторы вступают в свою работу. Это Адекват и Лост, которые уже час поговорили с вами и еще часочек поговорили бы. Но мы немножко отдохнули. Надеюсь, вы, друзья, тоже успели отдохнуть. Был небольшой перерыв. И вступаем действительно с новыми силами в третью решающую карту. Ведь разыгрывается ни много ни мало целый проход в гранд-финал. И хочется и тем, и другим, безусловно. И я тут согласен с оценками букмекера, паника и коэффициентов. Потому что действительно, примерная равенство. Нам показала это и первая карта, нам показала это и вторая карта. 1,8, 1,95. Так и должно быть, наверное. Ну, я бы сказал, что да. Обе команды показывают последние где-то, наверное, 40-50 минут хороший. Ну, там, с обеих сторон достойный уровень игры. Стало все меньше загулов ближе к финалам. Стало все больше качественных мув от многих игроков. И, наконец-то, ребята стали все реже ошибаться и все чаще показывать качественную доту. Качественная дота. Да, пик команды Минески такой, вы знаете, расчехлили. Я бы даже сказал, что-то из того, что KP там у Ньюбина смотрелся. То, что там Нано себе своего Драгонайта вспомнил из прошлых составов Минески. И вот так вот получилось. Получилось очень интересно. ДК, Омни Найт, те герои, в которых мы видели, ну, очень редко даже в рамках данного турнира. Ну, вот Лимб нам подсказали аналитики. Драгонайт играл, мы это видели. Но Омни Найтов вообще не было с Мейджора. Давно не было Омни Найтов, согласен. Там Кеос разваливали, Тава делал дела, но... А Джей Виталийте одну игру с ним развалили, я помню. Все равно не так много. А тут интересно, тут появляется третьим пиком. Есть вера в этого персонажа. Так что посмотрим, как это будет реализовано. У Нави же акцент снова на тех героев, которые заходят. Когда-то они обузили Темпларку, теперь они обузят Рейс Кинг. Кажется, что-то нащупали. Нащупали этого героя, который может с Медасиком нафармить и быть суперполезным. Ну, вот были у нас моменты, когда я их жестко критиковал и говорил, что им нужны герои попроще. И вообще, в принципе, рекламировал, наверное, весь день Рейс Кинг. И вот, видимо, и они попробовали, им реально зашло. То есть суперпростой герой, суперэффективный, суперполезный. И, если не ошибаюсь, его долгое время апали. Его апали, апали, апали. И, наконец-то, некоторые коллективы его распробовали. Например, на Тус Винсера. Например, Гамбит Гейминг. Или Гамбит Гейминг. Но Гамбит Гейминг там больше Урсу рассматривали. И ее тоже, да. Так, ну по две балансируемы, друзья. Ну что ж, начинаем. Начинаем просмотр. Напомню, что команда, которая проиграет завтра с утречка, проснется и будет играть в финал лозеров. Команда, которая выиграет, будет времени побольше на отдохнуть и будет настраиваться уже на Best of Five, на гранд-финал и на борьбу за Мерседес. Крутая фиссура. По-моему, круто он отфиссурил. И тп. Ну, Рейс Кинг, кстати, по-моему, все правильно сделал. Он повпитывал сам. Он специально потанковал крипов, чтобы тени ушли под вышку и линия не пропущилась. И все сделал хорошо. Ну, поэтому Шекер сейчас будет заходить за спину и воровать пачку крипов. Сейчас задача, конечно же, помешать ему это сделать. Проду знаешь, все равно, сути дела не меняют, потому что линия все равно пропущатся, потому что как-то там крипов так побили друг друга, что большая часть крипов дайр, она осталась. И в итоге Омни Найт спокойно заберет оставшуюся часть крипов под вышкой. И Шекер может отправиться в центр. Поскольку Омни Найт его помощь уже не нужна. Да, только Драгонайт на первых левелах, конечно, не такой помощник, чтобы убивать. Ему нужен уровень, ему нужен там, не знаю, ну, либо второй Брестфайр, либо первый стан хотя бы, чтобы забрать лину. Так-то с руки, конечно, можно бить, но этого урона может просто уходить. Ну, он готов, он готов. Он стоит, он ждет, он прекрасно понимает, что можно, если не убить, то хотя бы прогнать лину так, чтобы она какое-то время не фармила. А Драгонайт, наоборот, забрал все, и вот он выходит. Так, аккуратно, обошел. Мэджикл, ну-ка, что придумаешь в этой ситуации? Фиссура. Ну, нет, это просто будет разминание. Небольшой Фэби прикрывает проход, чтобы Мэджикл на хайграунд не поднялся. Как-то неприятно, какой-то регион. На самом деле, плевать, абсолютно плевать, потому что Мэджикл вообще ничего не потерял. Практически все в порядке. Близи ТП, сразу же на свое Тир-3. Испугался здесь каких-то стандартных маневров через Артик Берн и Блейд Фьюри. Могут раскрутить, завернуть, убить. Ну, и здесь обошлось без каких-либо драг, пока, во всяком случае. 10 на 2. Ну, да, на Драгонайте нужно, конечно, помнить, как играть. Герой невероятно крепкий. Я имею в виду то, что хорошо сейчас стоит нано. У него хорошая пассивка, которая дает ему и брони побольше, и отличный хп-реген. Лина, конечно, спамит. И если ты действуешь грамотно, ты не оставляешь себе такой запас здоровья, чтобы тебя с прокаста Лина снесла. Но смотри, что делает Шекер. Ну, Шекер там просто, конечно, одевается. Курьера перехватывает. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Топ-топ-топ, Курьер. Оп, развернулся. Опа. Хорошо, Мэджикал. И даже в таких моментах доигрывает до конца. Курьера не отдал. Угу. Время выиграл. Крепсат у него хороший. 12-0 против 15 на 3. И Шекер уже потратил большую часть фиссуры, а Линя сверху вернулась обратно под лучшую к Крейс Кингу. Пора бы уже Шекеру возвращаться. Ну, в чистого роуминга играет здесь Шекер. Так, атака пошла вот вблизи. Блейдфьюри получает сплинтер-блаза, замедление есть. Крепкий кентавер. Достаточно ли он крепок, чтобы пробить, чтобы выжить против двух героев? Нет, недостаточно. Станчикам не хватает. Вот он вкачал вторую-третью. Это такой довольно-таки атакующий билд. Но вот на этой линии, возможно, станчик был бы поболезненнее, потому что все-таки против Джиггернаута стоять линию сложно. И чаще всего он с вертушки хорошенько пробивает. Станчик помогает выжить. Ну, и пауза помогает нам обсудить, собственно, коэффициенты. Это на матч-винер. Ну, собственно, то же самое, что и на победу в третьей карте. То же самое, что и матч-винер. 1.75 на Аминеске. 2.01 на Нави. Все-таки небольшой приоритет дается именно коллективу из Юго-Восточной Азии. Пауза отжимается, поэтому поехали смотреть дальше. Так вот, Шекер, он, ну, вот, просто бегает. Нашел, кстати, вард. Отлично. Причем краешком сентрика, судя по всему, он зацепил. А здесь очередная попытка убить КП. Не знаю, можно ли здесь убивать Омни Найта? Ну, просто хорошенько пробивает. У него осталась одна фласточка. Маны очень мало. В центре уже, естественно, Шекер мало, что сделать Лене, потому что Шекер первого уровня Алины четвертого. И если он придет, то она уже, ну, элементарно ему напинает. Соответственно, в миде он приветствуется. Либо для того, чтобы, допустим, не дать Лене забрать руну, либо просто чтобы убить, когда Драгонайт получит шестой. Сейчас он все, он свой максимум исчерпал в миде. Ну, отчасти все-таки Драгонайту помог этот Шекер. 23 на 5, потому что Крепстат Драгонайт уверен и очень даже. Так, а теперь подставляется Миша. Отличный Спинтер Бласт, который прям коснулся. Дракон, Дракон погибает. Второй Дракон ему помешал жить. 2-0. Ну, нижний линия пока Минески разваливают. В центре у Минески тоже все неплохо. На топе Омни Найта чувствует себя хорошо. 16 на 2. Да, Омни Найта здесь убить просто не смогли. Он покупает себе быстрый Сол Ринг. Сол Ринг — это хапориген. Сол Ринг — это всегда возможность нажать какую-то кнопку, играть даже без Хевелли Грейса. То есть 2-0-2, такая раскачка. Хорошо себя чувствует Кипи. Но он знаток этого персонажа, этого Омни Найта. Шейкер пришел, немножко похорастил Шадоу Шамана, понимая, что где-то он должен еще быть полезный, поскольку в миде все плюс-минус хорошо. Дракон, Дракон, это и на легкой линии Джаггернаут уже вместе с Винтер Верной сделал 2 фрага. Соответственно, сверху он теперь просто бегает и развлекает Шадоу Шамана. А здесь в очередной раз поставляется Джакира, и в очередной раз Джагира забирает Джаггернаут. Слушай, ну как в фаблике, да? Ты приходишь на Джаггернаут, у тебя суппорт дает замедление, ты крутишься, убиваешь, крутишься, убиваешь, крутишься, убиваешь. Причем ситуация, казалось бы, весьма простая, такая типичная, что нужно просто держать дистанцию, не подходить к Джаггернауту как минимум саппорта, потому что саппорт погибает сразу, и саппорт из раза в раз подходит и отдает денежку. Тут 4 баунти руны так-то для Минески, потенциально. 4. Минески, 4 баунти. Тут 2 тысячи преимуще, сейчас будет 3. Около 3. Да, ну так вот подупустили религейм на самом деле на ави, то есть сложная линия однозначно провалена. В центре здесь выход, есть ТП, Мэджикл слишком далеко зашел, готов перекрывать фейб, Мэджикл разворачивается, дай драгонслейв, фиссура замечательная, сприттер бласт туда же, стан от Лины не точно, уворачивается на на, хилинг селф уже использовал, просто бьют с руки. Суппорт от команды Минески на стадии лендинга отрабатывают на 200%, потому что они уничтожили почти все линии. Да, даже несмотря на то, что Мэджикл в мини до какого-то момента стоял почти идеально и делал все возможное, чтобы его не забрали. Винтерверна пришла, Винтерверна вместе с Шейкером развалила, и Фэби пока царит. Он делает максимум из того, что может. Так, поймали кипик, кстати, нет у него хилга. Ну пора бы уже его убивать. Кулдаун был, его забрали, взял пятый уровень. Хэштег Фэби. Ну, нам Фэби показывает... Верните Фэби. Верните Фэби, да. Или, ребят, вы не забывайте, я свободный агент сейчас. После окончания турнира берите меня, кто хочет, я готов. Открыто предложение. На самом деле, это правильно. Показывает очень хороший тут Фэби на этом турнире. За ним можно и поохотить с этим игроком. Так, ну Винтерверни пора бы вернуться на легкую. Там стоит Джиггернаут, Джиггернаутом можно продолжать убивать Кентавра. Или, как минимум, если будет на линии Винтервера находиться, то, да, Кентавра будет вынужден бежать. Вот как это работает. ТП, вот же как надо было спасаться. Да, так это и работает. А раньше-то что? Раньше это почему-то не получалось сделать. Так вот, показывает нам Фэби позабытую в этой мете, да и даже в предыдущих патчах, наверное, такую роль в доте, как чистый роуминг. Все-таки сейчас 2-1-2 и как-то скучно, не особо весело. Но Фэби в чистого роуминг Шейкера сейчас отыграл, потому что был, ну, практически на всех линиях. Да, у него уровень из этого невысокий, но импакта сделал, конечно, невероятное количество. Посмотрите, в NetForce он схож с оффлейном команды Na'Vi. То есть свои деньги получил Шейкер. Ну, тот пор-пут просто бегает вверх, центр, вверх, центр, центр, вверх и так далее и тому подобное. Прошу отыгрывает. Пока 2000 за Минески, так и удерживается преимущество. Кор-герои на высоте по количеству полученных денег. По саппортам там тоже все приятно. Ну, в общем, так и начинаем, что Na'Vi немного сдают позиции с Ленинга. Дальше посмотрим. Выход на Кристаллайз. Отлично, опять Фессора. Смотрите, Кристаллайз зажат, но там Миша раскоставался. И добивать Рейс Кинга просто было нечем. Никто ТПшку не сделал. Ну, смещение Драгонайт или Джекернаута могло позволить убить Рейс Кинга. Он был без реинкарнации, но заняты были нижней линией. Спринтер Бласт не коснулся поблизи, только на стаке. Ну, как минимум, стаки можно забрать. Ну, в общем, преимущество у Минески по Ленинга солидное. Они, по-моему, того, что убивали противника, так они еще довольно-таки много крипов в лесу на стакали. Там будет и Джекернаут рад зайти зафармить всех этих крипов. Может быть, какой-нибудь Омник, может быть, какой-нибудь Драгонайт. И Натал с Ленинсом нужно срочно что-то делать. Вот, например, Кентавр видит крипов, хочется ему их зафармить, но без Джекера или без какой-то Лины сделать это крайне сложно. Тут у нас Лина развлекается с Шейкером, и Шейкер продолжает напрягать. Вместе с Драгонайтом гонят и должны по-любому забрать Лина. Лина уже не выживает. И приходит Кентавр, приходит Шадо Шаман, но они, опять же, ничего не делают Кентавру. Прошу прощения, Драгонайт, Драгонайт слишком армирован. В этом плане и на Нанам вместе со своими тиммейтами классно Микрят. Обрати внимание, любые станы от Кентавра и от Лина, они так тоджат. Разбегаются в разные стороны, как Ай-боты прям. Ваня сядет. И вот сейчас идеальный момент для Лины, чтобы стелепортироваться вниз и забрать стаки, пока их не забрал Джекернаут. Сейчас лучший момент для убийства стаков. Но нет, он идет в центр. Ситуация осложняется для Na'Vi еще и тем, что здесь все-таки не те два персонажа, на которых можно купить Мидас и тащить игру в лейт и использовать тот самый план-план гора. Потому что Лина все-таки это не тот персонаж, которому ты хочешь купить Мидас. Но в Рейст Кинг? Окей, один. Но Алина? Вот подмечали аналитики наши то, что все-таки эта разница между мидерами, она сейчас очень явна. Потому что Лина не настолько будет хороша в лейте, как снайпер был в той карте. Ты не можешь надеяться на то, что ты с хайграунда этой Линой будешь вечно отбиваться. Но с другой стороны она темповая, в начале полезная будет. Будет Ли с таким началом, когда Dragon Knight обходит тебя на полторы тысячи, когда тебя загангали-перегангали. Мы будем верить, мы будем верить в нее. Будем верить. Иначе гуд геймлоплей и Минески с легкостью выиграют игру. КП. Под фокусом Heaven and Grace на нем, первого уровня. Попробуйте убить. Очень прочный, да. И при этом всех можно убить. Dragon Knight пошел, Shadow Shaman бьют. Джекира тоже было бы здорово забрать. Рискингу, ну на месте Рискинга я бы, наверное, убегал, потому что здесь делать уже особо нечего. Забирает саппорта номер один, забирает саппорта номер два. И вот Omni Knight начинает показывать, что Heavenly Grace очень сильный спелл. Многие, возможно, забыли, как именно против него нужно играть. И я могу сказать, что нужно хотя бы дождаться, когда он спадет. Потому что если он вести, то как бы вот они вроде бы кинули все свои дизейблы, но эффекта от этих дизейблов было мало. Ну это правда, да. Они прям пытались зафокусить Сомни Найта, который бегает под бафом. Вкуси первым бафом. Задизейблить, задизейблить. Задизейблить даже, да. То есть там со всеми статус-резистансами и так далее. Получилось так себе. Минески выиграют очередное сражение. Снова Шейкер на перехвате. Dragon Knight подтягивается, если что. И уже 4000, друзья. Ну на самом деле так смотришь, ну 4000 вроде бы не сверх какая-то сумма, но это всего лишь десятая минута. И плюс опять же на десятой минуте три баунти забрали Минески. И поэтому показатели они снова впереди, а так и на Близзи. Ульт есть у Близзи, а он почему-то не жмет его. Вот сейчас. Стан. Мимо, у меня слэш, там крипы рядом и не везет. Не везет Ахджиту. А теперь на развороте Magical под руны Вилшебства. Там Golden Brace, Laguna Blade прописала. Ахджит еще и живет какое-то время. Станчик от Лины хороший, контрольный. Ну знаешь, на тоненького, на тоненького было. Но Джекернаута могло и повезти. Да, это правда. В это время, правда, Нана сломал вышку по центру. Но Dragon Knight там третье использование формы уже, или второе было. Собственно, по каждое использование он дает дэмэдж с руки, и вышка падает рано или поздно. Любой тавер сломается. И на топе тоже пуш продолжается. Ну, саппорты ушли. Соответственно, Умни Найт остается здесь против Рейскинга. Рейскингу ставить против Умни Найта 1 на 1 совсем неприятно. Там и Аура на замедление, и довольно-таки мощный Purification, который бьет чистым уроном. И по итогу Умни Найт в жадную пушит пушку. Так, тут все временем Лину. Лину нашли, Лину бьют. Лина старается манести. Довольно-таки много урона от Джекернаута выдает. И если сделать пару ударов, или может быть даже один, да, Лина погибает. Че, готов был по таймингу давать Шеклз, чтобы как-то утяжать. Соль. Соль от Джекернаута. Это скорее... Проставчик, слушай, мощный. Соляного почти. Так, жидко, молодец. Да, скорее просто отомстил. Вот за то невезение. Снизу. Реабилитировался моментально. Под барабанами, под фейзами мы знаем, какого хорошего в спиду этого персонажа. Просто догоняет, убивает. Матч-виннер, друзья, коэффициенты поменялись. От нашего партнера пари матч 1-2 на Минески, 4-2 на Na'Vi прямо сейчас. Были подобные коэффициенты в карте под номером 2, друзья. Не забываем, что тогда тоже вели Минески, Na'Vi смогли сделать камбэк. Поэтому команде из Юго-Восточной Азии расслабляться точно не стоит. Я думаю, что Na'Vi еще что-то могут показать. Пока проиграют, правда, очень много. Но стадия ленинга была просто заруинена. Надо реабилитироваться, как у Натус Винцера. Ну что, Рейс Кинг снова Мидас. Там не успел посмотреть на его этом билде. Изначально было где-то 2 тысячи уже, и он был бы рад купить быстрый Сакер Трэлик. Но он Мидас не купил, соответственно, он, скорее всего, будет терпеть до конца. И попробовать сделать быстрый Рейдинс. Да, терпеть. А Драгонайт будет пушить, форма открутилась уже. Причем Драгонайт тоже хочет сделать. Тоже Рейдинс, хочет сделать. Интересно. У него 2 800, до Сакер Трэлика не хватает всего лишь тысячи. У него есть умник в команде. Иногда Драгон Найту желательно купить там что-нибудь на ХП, чтобы было побольше выживаемости. Может быть, там какой-нибудь Блэкинг Барр, но с умником в команде у него одновременно есть и отхил и статус резистанс. Там силу добавляет, по-моему, тоже, да? Да, и силу. То есть может пожадничать в данном случае. Статус резистанс 50%, да, это понятно. Да, вот бонус стренд. Это очень важно Драгон Найта, потому что на 4 уровне прокачки 28. 28 — это 560 ХП. А 560 ХП, ну, извините, это Драгон Найт. Попробуйте, мы снимите его начальное здоровье. Ай-яй-яй. Чуть не хватило Джакира, чтобы забрать. Так. Ну, также отметим, что пик у Минески весьма сноубольный. Если ошибаться против Драгон Найта и Джаггернаута, то эти ребята быстро забирают вышки и в некоторых ситуациях очень быстро забирают Рошана. Подхилы у них сколько, ну, как бы, хватает. Там одновременно и Винтер Верна и Драгон Найт очень легко сэвить своих, да еще и Джаггернаут с палкой. Соответственно, какой-то адспам, какая-то вот защита на дистанции с пылами со стороны Натус Винтер не работает. Подметим, наш ведущий студия аналитики, он тоже такой очень важный факт сказал о том, что много хилы, почти у каждого героя Минески этот хил есть. Да, и пассивки некоторых героев очень сильные на хилы. Да, это важно, потому что пробивать это все придет в команде Нави, если не будет там сильного берста, если не будет много урона, то просто не пробьют. Кристаллайз, да, 3400. 3400, это значит то, что в Сакротрелик он хочет выйти, если сейчас его не убьют, он будет близок к тому, чтобы купить себе столь заветный айтем. Ну, тут рядышком Шейкер, Джаггернаут пока не нападает, Джаггер пытается выформить себе быстрый Дефюжел Блейдс, уже потом он будет, конечно, силен против Рейс Кинга. Поставили вард. Джаггернаут видит, что у Рейс Кинга вообще нет ничего, у него там просто один потей и после того пусто. Было бы здорово Джаггернаутом зайти и наказать Рейс Кинга, но пока их здесь всего лишь, навсего два героя. Но, с другой стороны, он бегает, пушит линию, в наглую фармит Лефюжел Блейдс Кинга и потихонечку напрягает. Чуть-чуть на перефармливает. Пытается все баунти забрать, ребята из Минески, подготавливаются. Ну, здесь Нави тоже готов, айс пас, интересно. Так, ну давайте, дубль, номер, сколько там, убиваем у меня на это. Все спилы в него, все. Так, на Юлечек подняли еще и еще больше нюков под Хевелли Грейс. Близи дал, конечно, стан по Винтерверн, там был Винтерскерс. Там бежать надо. Фиссура, Фиссура. Успел. Да. Нет, есть, есть. Стампит бежать. Пошел, пошел. На Анасакрат Релик уже куплен. Ну, примерно в один тайминг они с Рейс Кингом эти Радиансы приобретут себе. Вот она разница по количеству заработанных денег с баунти рун. 1200 плюсом идет для команды Минески. Опять-таки, лучше контролят, но это мы видели. Шейкер близок к блинку. Ну, вот дожидаются своих айтемов сейчас. Радианс на ДК. Вход в Дефайн с Томни Найтом. Защищаемся от магического каста. Блинк на Фебби. Джаггернаут с Дефьюжами. И вот тогда-то, да, пойдут Арошаны и будут пытаться уже сломать, ломать Тер-2. Да, я даже не знаю. Пока я не вижу Лину на карте, если честно. Да, вот есть вроде бы герой с центра. То, что нам показывал тот же Айсберг команды Панга. О том, что можно на линии играть круто. Бегать, ромить, убивать соперника. Здесь, ну, пока старт не сдался, там, явно, перегангал Лину. Выформил себе Юл, конечно, в Мэджикл. Но по карте не бегать, не убивает спорту. Очень хотелось бы это сделать. Ну, да. И ситуация такова, что герои там плотнее с каждым разом. Все больше и больше хп у того же Омника, у того же Драгонайта. И если Лина не сделает, там, парочку киллов в ближайшие, например, 5 минут, то потом она в соло вообще никого не убьет. Там, дальше надежда только на командную работу. Забавно, но получается так, что ультимейт Лины контрит второй спелл Омни Найта. То есть ты снимаешь там много хп, а этот хп добавляет Омни Найт. Да. Причем мы понимаем разницу в кулдаунах, да? Сколько кулдаун Heavenly Grace и сколько кулдаун Laguna Blade. Там еще и реган, так-то дополнительный. Да, плюс ко всему. Поэтому, если Лина используется, хочется использовать прямо здесь, сейчас. Там, до 20 какой-то бородатой минуты. И вот когда Лина сильна, она сейчас там чисто теоретически может Винтер Верну, Шейкер ловить, убивать. Хотелось бы, что у Нави это использовали. Нави пока просто фармит. И вот они, идентичные Рэддинсы, появляются на 17-й минуте у Нави и у Минески. Так, ну преимущество у Минески. Соответственно, им бы как-то реализовывать его. Жгенал старается, он вообще бегает в районе вражеской святыни, никто его не наказывает, у него уже имеется диффуза, и вот он как раз готов к тому, чтобы наказывать Рэддинс. Рэддинс в Рэддинс есть, но он пока все еще не настолько прочный. Омни Найта в команде у Рэддинс нет, соответственно, его можно пробивать, его нужно пробивать, у него при этом брони не так много. И сейчас идеальный момент для Минески, чтобы пойти и подраться. Но Шейкер погиб. Какой классный тайминг вы убили, посмотрите, не хватает немного денег на Блинк. Да, где-то Шейкер погиб, где-то неожиданно. В центре, ага. И, ну, можно прожать форму и начать бить вышки. Ну, объективно говоря, Драгонайт сейчас Увер Пауэр с этим Хевельный Грейс. То есть, в принципе, Пик Минески сейчас слишком-слишком силен. И будет он силен до тех пор, пока в Рискинг не купит Блокинг Баррс. Здесь, как представишь, он будет пытаться бить против всех этих героев. И видишь на его лице огромное количество станов. Вот, соответственно. Рошана пошли. Еще же одни ребята играют. А там классический дабл дэмэдж перед Рошаном. Ну да, классический дабл дэмэдж. Довольно-таки неплохой статап для того, чтобы забирать Рошана. Все герои суперпрочные, у всех героев огромное количество ХП Регена. И похоже, очень похоже, что на Тос Винсера этого просто не ожидают. Они сейчас фармят лес справа, они даже не идут. А если даже идут, там вард стоит, а их прекрасно будет видеть. Они даже не реагируют, даже не идут. У них даже нет варда, чтобы они хотя бы доказывались о том, что Рошан падает. И минус Рошан. Красиво. Красивая игра от Минески. Шекер Блинк себе сразу приобретает. Есть Аегис у Ахджита. Ну вот будут идти на Тир-2 сейчас ребята из Минески. А тут так-то можно забрать Тир-2, а потом Т-3 пойти забрать. Ну, Джакир, естественно, никуда не уходит. Он, конечно, зря тут. Стампит на саппорта пятый. Он просто там появляется, там... Может быть, Фейпи перехватит, но правда ТПшечка сзади интересная такая. Ну, уже в позиции Винтервер, ну да, Шекер в наглую фарме, и ты понимаешь, что, скорее всего, где-то здесь находится противник. Противник на все это дело не ведется, и ребята идут перехватывать. Блинка не хватает. Да, немного. А Кристаллайс отменяет ТП, все равно получает стан. И Ахджит уже рядышком. Ой-ой-ой. Фистура. Там Дефуза. Не уйдет Кристаллайс никуда. Никуда не уйдет. Ну и по этой же линии будут и Тир-2 дальше, наверное, Минески ломать. Сейчас по низу пройдутся. Ну, получилось так и на топе Джокера забрать, и снизу Рейс Кинга перехватит. Что самое обидное, вот на драку, которая потенциально может быть за Тир-2, у Рейс Кинга просто не будет реинкарнаться. Там кулдаун слишком большой. Да, и Стампит вот в этом пике очень важен. Например, той же линии сейчас очень трудно содержать дистанцию. Ну, у нее вообще проблемы банально с фиссурой Шейкера, после которой набегает Драгон Найт. И вот линия Стампида очень нужна для того, чтобы выживать за Месси, а Стампида нет. Под смоками идут, прям сразу за соперником. Бежали за Лидой, нашли Чу-Чу, тоже цель неплохая. Дефью же были. И Чу здесь погибает. Ну, по одному сейчас уничтожаются персонажи Нави. Они пытаются бегать по всей карте, выфармливать свое. Но Минески ловят, и того же преимущества 8 тысяч. Очень ранний получился Радианс, быстрее быстрого на минутку от рекордов. Минус Макропир. Вот этот вот спам, он как-то не в тему, да? То есть они продамажили Драгон Найт, ну, Рекина там столько. Еще Омник его похилит, и при этом ребята еще подставляют. Джекера еще и поймать может. Шейкер, ну... Ну, это законный хейк граунт будет прямо сейчас. Да, это Т3. Форм от Драгон Найта, правда, пока нет. Скоро, скоро форм будет. Он может, в принципе, и без форума побить. Так-то у него тоже урона хватает. Тут еще и Джаггернаут находится, поэтому все окей. Стан длинный не точно, вот она форма. Под Хевенли Грейсом, вот что делать с таким Драгон Найтом, вопрос. Ну да, Хекс не работает. А вот почему, Стан работает хорошо. И очень много урона делает Драгон Найт с Радиансом. Какая-то прям совсем безидейная катка от Нави. Получается, ни одного положительного момента вспомнить невозможно. Три фрага всего. 21 минут у них падает Т3, они пытаются ворваться. Плохой Аспас, но Хилингвард сзади. Хилингвард-то не сбить, его просто нечем забивать. Нет снайпера, который с дистанции пойдет, Хилингвард заберет. Пуша Т3, Т3 ломается. Катапульта стоит, Драгон Найт бьет под Хевенли Грейсом. Я не знаю, что делать с Нави. Я просто не знаю, что делать с Нави сейчас. Как противника с своей базы прогнать? Если они сами не захотят уйти. Вот обход в спину, обход в спину. Вижу тайный план команды Нави. Обойти, и вот Миша, может быть, какой-то айспас. Макропиру поставил очень неудачную. Отвлекающая макропира, такая кэжуал. А там в центре драка уже. Варды проставлены. Рейс Кингу первую жизнь убили. Удерживает Шейкера. Стан от Лины. Может быть, будет проказ. Там мана не хватает. Лины мало ХП. А тут закрутили. Близзи погибает. Лиззи без тампида. Рейс Кинг погибает после реинкарнации. Ребята из Минески никого не потеряли. Ну а как они могут кого-то потерять в принципе? Ну да. Настолько прочный пик. То есть, ты смотришь на этих героев и понимаешь, что Лина против этого. Она хороший герой. Мы видели на этом турнире, как круто исполнял и Айсберг на ней, и Мэджикл довольно-таки хорошо играл. Но вот конкретно против героев, у которых по две с лишним тысячи жизней и куча ХП Регина, куча резистов, она просто ничего не может сделать. 1-0-3 на Минески в этой карте, в этом матче. От париматча, конечно же. На Нави 10 коэффициент. Мы понимаем, это отражает полностью суть происходящего на карте под номером 3, друзья. Потому что 15-3 счет, 15 тысяч преимущества на 23-й минуте и потерянная центральная линия. И Нави так и не показали нам, как они готовы прогонять соперника от своей базы. Что делать? В Рейс Кинг появится, не будет реинкарнации. Смог, последние надежды, нажимают Нави. Будут заходить в очередной раз за спину. Может быть, вырубить как-то саппортов. Макропиру поставили. Но опять-таки Хеллинг Вард сзади и Катапульта сзади. Вот как это все пробить? Здесь какую-то шмотку вообще выложили там. Курьеры забираем. Развлекаются Минески как могут. Драгонайт влетел первым. Джеки Роса. Дракона-дракона. Один дракон явно посильнее. А тут Феби контр-инициируется своим эхо с левом. Хэштег Феби, друзья. Вот он. Good game, well played. 2-1. Минески ставят точку. Причем достаточно уверенное в окончании этого матча. Доказывая, что конкретно в данный момент времени на этом турнире, на сегодняшний день, команда Минески сильнее, чем на Тус Винцера. Заслуженный выход в гранд-финал. Молодцы. Да, ребята сыграли круто. Ребята сыграли мощно, уверенно, красиво. Ну, здесь была почти чистая игра, без ошибок. То есть, конечно, какие-то помарочки были, но ребята показали уверенный пуш и очень крутое исполнение, очень крутую реализацию своего драфта. Так в итоге пик Omni-Night'а не ожидали, не смогли законтрить его. Да, и Dragon Knight прям вот круто зашел именно с Omni-Night'ом и с тем же Джекернаутом. То есть ты его как-то и проигнорировать не можешь, он идет нагло и забирает вышки. Убить его очень сложно, особенно под Omni-Night'ом. И в заместе он дамажит. Дамажит он сильно с Radiance'ом, как раз тот самый Dragon Knight, который позволяет себе собрать дэмэдж и быть номером один. Ну, хорошая уверенно карта получилась. Команда Минески заслуженно отправляются в гранд-финал. Na'Vi с турниры не выпадают, друзья. Завтра ранним утром они будут играть в финале нижней сетки. Обязательно проснитесь, не пропустите этот матч. Ну, а по итогу этой карты нам нужно пообщаться с аналитиками. Расскажите, друзья. Нам это просто необходимо. Действительно, врезались Na'Vi в такой вот прочный пик. Но до того, как мы поговорим о серьезном, вы видели вот этот момент с неловкой пятюней? Когда один протягивает кулак, а другой делает вот так. Это у них фирменный же, это сейчас так делал. То есть ты просто не знаешь всей истории, это нормально. А, хорошо, а то меня, если честно, это удивило. Я тебе потом покажу видос в перерыве. Хорошо, этот момент тоже нужно будет разобрать, но уже в перерыв. Теперь давайте серьезно. По игре. Расскажите, был ли это аутпик или это просто какая-то сложившаяся заготовка по итогам драфта? Знаешь, это выглядело как именно такая полноценная стратегия. То есть это даже не аутпик, это просто вот нечто мощное, что можно использовать там почти всегда. Вот при вот этом наборе героев видно, что парни были, понимали, что делать. Когда у них освобождаются руки, то есть что они смогут атаковать мид постоянно. А вот эти коры, которые в Джаггернаут, Томни Найт, они просто могут позволить себе стоять одним. И за счет этого просто сумасшедшие преимущества, сноутбол. То есть мы видели игры, где ДК стоял против Лины, да? И чем это обычно заканчивалось? Буквально на днях-то было, да, и там... Здесь же, если ДК обгоняет Лину, пускай там с помощью или небольшой помощью, насколько это сильно. И потом эта Лина, герой с ограниченным количеством урона, просто ничего не может делать. То есть еще вот этот вот обгаст Омника, который дает сумасшедшее количество жизней. В этом, кстати, большой минус пика Нави. То есть если взять каждого героя, то вот на вот этом этапе, допустим, минут 15 и так далее, у них у каждого героя ограничен. То есть Лина дает вам определенное количество урона. Ну там, допустим, тысячу магии, да? Кентавр тоже самое. Раста. То есть в Рейскинг единственный герой, который сильно скейлится сейчас. Ну, скажем так, под вот этими экстра-хилами, экстра-жизнями, этого урона просто математически не хватает. И вот кто-то из моих коллег очень правильно подметил, что очень много хила. И вот тут мы хорошо увидели, как это работает. Против героев, у которых элергичное количество урона получается, им просто его не хватает. А это, в принципе, был аж ведущий. Да. Наконец-то что-то полезное для аналитики выдало ведущий. Все верно. Такое бывает крайне редко, мне кажется. В последнее время часто. Очень часто, кстати. Да, 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 не надо. Считаю, что здесь, как и все-таки оверпик, ну, как оверпик, все правильно Фоббс говорит. Действительно, это такая стратегия, против которой тяжеловато играть. Прям смотришь, и это выглядит все очень сочно. Ну, можно это назвать по итогам оверпиком, но тут, конечно, и оверплей тоже в том числе. Потому что действительно очень грамотный исполнен пик. Если бы, например, Минески приклеились бы к своим линиям, никто бы никуда не ходил. Шейкер бы там, не знаю, встал бы на сложный, верно, на легкий. Там бы просто стояли. В миде будет ДК умер пару раз от Лины, как это вот наблюдали мы в игре. Там панга против кол, где там лимб фидел. То Лина там берет дикий сноубол, идет, всех убивает. Но здесь суперграмотный исполненный пик. То есть все прям по полочкам. То есть Феби, который исполнил вот этого олдскульного, но качественного очень роуминг-шейкера, который гулял по всей карте, везде помогал, тут помог, там помог. Где-то убили с ним, где-то просто выбили ресурсы, где-то кого-то прогнали, где-то подсейвил. Соответственно, Виверн тоже, которая рано начала перемещаться. Стаки делались для Джакира. Короче, действительно классная игра. Ну, на мой взгляд, если вернуться в самое начало аналитики, вот первая игра на Na'Vi Миннеске, ты там спрашивал, что куда, и я как раз говорил, что Na'Vi предсказуемый. Ну вот у них реально вот этот дракон, в смысле Джакира в каждой игре, он просто появляется. Там этот ВК уже на вторые пики. Он тоже, по большому счету, уже просто появляется. Видно, что Херопул действительно не позволяет Na'Vi как следует развернуться по драфту. И они читаются. И просто Миннеске, как команда с более широким Херопулом, и как команда более опытная, как ни крути, ну, они вот достали из рукава омников, вспомнили. Вот эти Na'Vi, смотрят они на пик и понимают, ага, под Хевель и Грейсом просто ни дизейблые шаманы не будут работать, ни дизейблые ВК, ни потенциальные лины, которые, может быть, появятся. Ну, они тоже понимали, что она может появиться, да. То есть просто какой-то герой у нас, он пойдет, и этот какой-то герой, например, это ДК. Мы накидаем на него Хевель и Грейс, он получает просто там 25 или сколько там, 28, 26 силы. Короче, 20 там, где-то 25 примерно. Я сейчас не помню точного числа. Получает эту силу, типа, станы на него тупо не работают, он стоит, всех убивает. Ну, еще и хилит, кстати. Еще и хилит, еще и палка Джаггера будет стоять. Ну, плюс такие помарки, ну, как помарки, это не помарки, это очень серьезные ошибки, но имеется в виду, что это чисто микро, в общем-то, ошибки, где у тебя там остается какая-то лина, непонятно где, фармит какой-то там легкий спаун, прибегает Джаггернаут, убивает ее, мидера. Без ультимейта даже убивает просто, 2000 дал, закрутил. И еще и шамана, который пытался спасти. Ну, это очень тяжко так. Можно, товарищ, поставить на паузу? Я закончил. Отлично, потому что вот у нас висит сетка, а мы никак по поводу нее пару слов сказать не можем. Мы действительно видим, что Минески уже в гранд-финале, и эта игра состоится завтра. У нас серия Best of Five с их участием абсолютно точно будет нами увидена. А сейчас матч, который закроется сегодняшний день, это King Gaming против TNC Predator. Именно в нем определится завтрашний соперник финала лозеров для Na'Vi. И тем интереснее будет сегодня этот матч еще нам посмотреть. Что же, это был достаточно интересный матч про всю серию Минески против Na'Vi. Я думаю, что есть что добавить из этой серии к общим халайдам турнира в целом. Но возвращаясь вот к тому, к началу аналитики, помнишь, мы говорили о том, кто из финала венеров мог бы претендовать сейчас на звание MVP. Если вернуться к этому, после этих трех карт, изменилось ли как-то ваше мнение? Хотелось ли бы кого-то выставить вперед сейчас и сказать, вот этот парень? Мое не изменилось. Я говорю, он Ninja Boogie на этом турнире божит. Вот он, собственно, опять показал очень классные игры. Во всех трех играх было классное исполнение. Да я на Фебе ставил. Сейчас еще он вытворил на это шейкере. Я тоже меня устраиваю полностью. Мне вообще тяжело кого-то отметить, потому что мы наблюдаем игру в пятером. Командную абсолютно, либо стратегии чисто. И здесь тяжело кого-то выделить, поскольку все свою работу выполняют хорошо. Кто-то сияет, кто-то нет. Кто-то делает грязную работу. Каждая работа важна. Но в любом случае уже вот эти намеки там в кадре пошли. Поэтому не забывайте тоже, друзья, вы про это голосование. Это глобальное голосование через социальные сети. ESL могут рассказать вам, как это правильно сделать. Если что, могут и наши ребята выиграть, стать MVP турниром. Но, скорее всего, там речь пройдет про участников Грам-финала. А в Грам-финал еще надо попасть. Мы прерываемся на небольшой перерыв. Впереди еще одна серия сегодняшнего дня. Надеемся, что увидим две, а может быть три карты качественной доты. Сейчас перерыв, после чего мы будем снова с вами на этом канале.